Девочка-пай 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 А ствол-гигант Тяжелый, величавый Гора груба Морщиниста Красна Но так тепла, так солнцем Вся прогрета И кажется, что пахнет Не сосна, а зной И сухость Солнечного лета С ней снова слышу трели соловья И соловьем Сплетаюся в дуэте Мой уголок В бару моя земля Песчинка Я на этом Белом свете Чем жарче день Тем сладостнее в бару Дышать сухим Смолистым ароматом И весело мне было поутру Бродить по этим солнечным пламам Повсюду блеск Повсюду яркий свет Песок как шел Прилюкся с ней корявым И чувствую мне Только десять лет А ствол гиганта Тяжелый А ствол гигант Тяжелый И вечальный Кора груба Морщиниста Красна Но так тепло Так солнцем Вся прогрета И кажется Так пахнет не сосна А зной И сухость Солнечного лета Дальше нет Я с наслаждением Бродю В березовом лесу Бороться снова Любуюсь я на эту красоту И знаю, что приду сюда я снова И здесь и зимой Любуюсь Люблю бродить Пушистым снегом Любоваться Как хорошо на свете жить С природой И с русской Общаться Аплодисменты Иван Гунин Четыре четырестешия Его Устремлен Давай прогоним грусть Давай прогоним грусть И будем веселиться Дождь ливий Ну и пусть Ведь дождик должен литься Пускай угрюмый день Искрится чистым светом И лишь от солнца тень Нас защищает летом Пусть не коснется грусть Надейся Жди и верь Нас предали И пусть Все к лучшему Болей Гони печаль долой Пусть грусть с ума Не сводит Глянь Радостно постой В наш дом Сама заходит Ты руку протяни Встречай ее с улыбкой И доброй шепни Печаль была ошибкой Открой пошире дверь И убери все шторы В любовь свою поверь И не вступай с ней в споры Ошибки все прости Себя казнить не надо Что сбился ты с путей Ведь понял Вот награда Не надо боречь пить Учись встречать рассветы Обиды отпустить И крикнуть Счастье где ты И эхом отзовется И не заставит ждать Руки слегка коснется Чтобы с тобой шагать Бледнеет ночь Трибуня на четыре мурия Бледнеет ночь Туманов пелена В лощинах и лугах Становится белее Звучнее лез Безжизненный луна И серебро росы На стеклах холоднее Еще усадьба спит В саду еще темно Не движим тополь матово-зеленый И воздух слышен Мне в открытое окно Весенним ароматом напоенный Уж близок день Прошел короткий сон И в доме Тишины не нарушая Неслышно выхожу Из двери на балкон И тихо Светлого восхода Ожидаю И вот блеснули первые лучи И облака чуть-чуть порозовели Проснулось все Что пряталось в ночи Застыло то Что спрятать не сумели Вдруг легкий ветерок Коснулся тополей И где-то дверь тихонько заскрипела Спешит туман Убраться поскорей И птица ранее Садов запела Я воздух ароматный Сердцем пью От свежести И от весны пьянелю И очарованный восходом Я стою Нарушить вздохом утро Я не смею Лучи согрели капельки росы Они на стеклах Как слизи в гитаю Не видел раньше Этого красы Как жаль Что люди мало замечали Александр Блок Я вышел Медленно сходили На землю сумерки зимы Минувших дней Лады и пыли Пришли доверчиво из тьмы Пришли И встали за плечами И пели с ветром О весне И тихими я шел шагами Предвигая вечность в глубине О, лучшие дни И живые были Под вашу песнь Из глубины На землю сумерки сходили И в вечности Вставали сны Теперь к моему На этом теме Закончен день Пора на крышу мира Пусть ночь Укроет Всякого Кто слад И сладко Дрогну Шерсти Кашемиров И с ординой Стряхну С изящных Хлад Я вышел Медленно сходили На землю Сумерки зимы Минувших дней Молодые были Пришли доверчиво из тьмы Мне свежих звезд В зрачки Сыгнули Чтоб пел я С ветром А луне И темно Шагами Меря Приквидя Вечность В глубине Тот звук Что происходит Из пустого Есть звук Категорически Пустой Когда наполнюсь Музыкой ночной До гор До хвоста Вернусь домой Заплачу Закричу А может взвою Но это будет Музыка души На свете нет И не было Бороды Бесценнее Моей Ты Запиши И вопреки Нет И вопреки Усилиям Природы Я Крышу Мира Лапами Топчу А лучше В ней Мои Живые Воды Под Вашу Песнь Из глубины Веков На землю Эти сумерки Сходили И в вечность И в вечности Вставали Кадры Сновы Пусть вам И невдалек Но я Тот самый Танцующий На крыше Рыжий Кот И вам И ветер И дождик И мгла Над холодной Пустыней Воды Здесь Жизнь До весны Умерла До весны Опустили Сады Я на даче Один Мне темно За мольбертом И дует В окно Вчера Ты была У меня У тебя уж Таскливо Со мной Под вечер Ненастого дня Ты мне Стала Казаться Женой Что ж Прощай Как-нибудь До весны Проживу И один Без жены Сегодня Иду без конца Те же тучи Гряда За грядой Твой след Под дождем Крыльца Расплывся На лице Водой И мне Больно Глядеть Одному Предвечернюю Серую Тьму Не двигнусь Хотелось Во след Воротись Я сроднился С тобой Но для женщины Прошлого нет Разлюбила И стал ей Чужой Что ж Камин Затоплю Буду пить Хорошо Собаку Купить Ну я написала Два Один Подбунен А второй Не в тему И ветер Нет Вязать Чтобы мой Люблю А про Русь Так не ем И не сплю Не крикнуть Хотелось Во след Синоптик Ведь все Все-таки Прав В мире Лучше Профессии Нет То поймешь Лишь Синоптиком Став А не сбылся Прогноз Буду Пить Хорошо Мне Жалоб Пить Иван Булин Листопад Шуршанием Осень По листве Пришла Не гость А хозяйка В свой Срок И в сказочной Красе Дождливой Ветренной Но яркой Во браге Маленький Ручей Бежит Дорогой Своей Дикого Шел Пороший Берег Ряд Нагоняет Сверховетер Но чуть Стихает Меж камней Там отражается Лук Солнце Лес Толь Стерем Расписной Лиловый Золотой Багряный Веселый Пестрой Стеной Стоит Над Светлой Поляной Березы Желтой Лезьбой Стоят Лазурь Голубой Как Вышки Елочки Темнеют А между Кленами Синеют То Там То Здесь Веселый Просвет Неба Точно Солнце Что оконца Прожито Немало Зим И Осень Лет Немало Водуш Седина На пороге Жизни Моя Осень Жаль Что жизнь Дается Нам Одна Позабыв О горе И страдании Верю Я Что Кроме Суеты На земле Есть мир Очарование Чудный Мир Любви И Красоты Ясным Утром На тихом Пруде Резво Ласточки Реют Кругом Опускаются К самой Воде Чуть Касаются Лагерь Крылом На лету Они звонко Поют А вокруг Зеленеют Луга И стоит Словно Зеркало Прут Отражает Свои Берега И как В зеркале Меж Тростников С берегов Опрокинулся Лес И уходит Узор Облаков Глубину Отраженных С небес Облака Там Нежнее Белей Глубина Бесконечная Светла И доносится Мирно С полей Над водой Тихий звон Из села Это В кузне Бывалый Кузнец Чилик Бороны Косы Плуга И Резвит Церкан Гнедой Жеревец Не познавший Кузнечки Кунга Значение их позабыто Да и кому рассказать При искреннем Даже желании Никто не сумеет Понять Всю силу Чужого Страдания В народе Всегда говорят Чужая жизнь Это Потемки Молчание Лучший обряд От шумной Толпы В сторонке Розы Блистая Облака Лепились В лазури Пламенного Дня Две розы Под окном Раскрылись Две чаши Полные огня В окно В прохладный Сумрак дома Лепил зеленый Змойный сад Из сена Душного Эстона Струила Сладкий Аромат Коса Омытая Рассолью Звеня Трудилась По утру Чтоб не смогла Закрыть собой Трава Росалой Красотой Первый снег Последний Страдкий Санкт-Петербург Зимний холод Пахнуло На поля И на леса Ярким Пурпуром Зажглись Пред закатом Небеса Ночью Буря Бушевала А с рассветом На село На пруды На царь Пустынный Первым снегом Нанесло И сегодня На широкой Белой скат И туполей Мы прощались По забытой Вереницей Гусей Тем летит Краиней Зимовать Чудо в стране Но опять Места родные Возвратятся По весне Настанет Настанет день Бурпур пустынный Свой Пустынный Клиточкой Как уголек На горизонте Мой челок Мелькнет Уже В последний раз И растворится Как мираж АПЛОДИСМЕНТ Клиточкой Пошел Как вода Сосует Стояло Жить Ее Во сне Я к ней Пошел В тот Час Меня Краса Ее Примила А Сразу Звучит Только Могила И Не грозит Любви Отказ Я Возбудил Ее Устан Под Насками Проснулись Грудь Дела Кипя Водой В сосуне Косали Жажду Живота Ведь Можно Многое Проспать Любовь Проспать Всего Опинемей Земл Снеприят Или Очевидно Творит Летар Грусти Мечта Ла 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 Многое проспать, Любовь проспать, всего аминь. И с ней приятней очевидно, Творить и так грустить мечтать. Я к ней вошел в полночный час, Она спала, луна сияла в ее окно, И одеяло светился спущенный атлас. Она лежала на спине, Ноги раздворивши грудище, И тихо, как вода в сосуде, Стояла жизнь ее во сне. Но вдруг улыбка пробежала, Коснувшись губ ее едва, В ней было столько колдовства, А, это вы, друг мой, сказала, И протянула руки мне, Порыви, голову теряя, Я кинулся, изнемогая, Сгорая в дьявольском огне. Порыви, голову теряя, Сгорая в дьявольском огне. Мне душа шеркала, ну вот он, шанс. И плоть стонала, не упусти свой звездный час. Вечер О счастье мы всегда лишь вспоминаем, О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний, За сараем и чистый воздух, Льющийся в окно. А может быть, луна на небосклоне Поведает нам тайну всех светил. А там вот облачко на его фоне, Мою вдруг душу кто-то осветил. Слежу за облаком, А мы с Лероем, И сколько счастья в жизни нам дано. Но мы его обходим стороною. Нет, не для нас оно припасено. Вечерняя прохлада уж ложится, Коснулся меня легкий ветерок. И как же нам со счастьем тем сродниться, Чтоб чувствовать и насладиться впрок. И только жизнь прожив, Мы ощущаем. Познав любви огонь и грусть потерь, Ведь не всегда мы в жизни все прощаем. Бледнеет ночь, Сижу один теперь. Они глумятся над тобою, Они, о, Родина, корят, Тебя, твоей простотою, Убогим видом черных хат. Так сын, спокойный и нахальный, Стыдится матери своей, Усталый, робко и печальный, Средь городских его друзей. Глядит с улыбкой сострадания На ту, кто сотни верст брела, И для него ко дню свидания Последний грошек берегла. Это вам спасибо. Одна версия по русской литературе, А другая там, где я была в городе Армир, Возле Бунина. Я могу здесь прочитать. Могу здесь. Расхождение? Обе версии, да. Есть расхождение? Ну почему нету расхождения? Нет, просто здесь. Хорошо, две версии. Я буду обе версии. Значит, Иван Алексеевич Бунин, Иван Алексеевич Бунин Родился Воронеже. Его детство и юность Прошли в фамильном имении В Орловской области. Так, я здесь писала, что... Значит, Воронеже 22 октября Значит, Он родился 1970 года. Нет, 1870 года. А умер 8 ноября 1953 года. 83 года прошел. Вот. Он, значит, В городе Воронеже Родился. Вот юность... А его детство прошло Воронеже Всего 3... 3 года. Вот он пишет. Я прожил в нем Целых 3 года. Те 3 года, Что я прожил Воронеже Были Моими... Моим Владимчеством. Вот. Следующее... Значит, Он написал Я происхожу Значит, Из старого Тварянского рода Давшего России Немало видных Деятелей Как на поприще Государственном Так и в области Искусства. Где особенно Известны Два поэта Начала Прошлого века Это Анна Бунина И Василий Жуковский Все предки Мои Всегда были Связаны С народом С землей Были Помещиками Помещиками Были Дети Деды И отцы Мои Владевшие Имениями В средней России Жиль в деревне Научила Бунина Глубоко Понимать Природу Видеть Разлитую В ней Красоту Его произведения Воссоздают Окружающий мир Не только в красках Но и в звуках И запахах И в этом Бунину Почти нет равных Как заметил В статье Писатель Корней Чуковский Его степной Деревенский глаз Так хваток Остер И зорок Что мы все Перед ним Как слепцы Знали Знали ли мы До него Что белые Лошади Под луной Зеленые А глаза У них Фиолетовые А дым А дым Сиреневый А чернозем Синий А жнивье Лимонное Там где Мы видим Только Синюю Или красную Краску Он видит Десятки Полутонов И оттенков Вот Значит И юные Года Следующие Три года Он прожил Там где Родился Следующие Ой Взяла Не с того Значит Бутырки И озерки Вот Следующие Бутырки И озерки У него Так Значит Я вижу Большую комнату В ревенчатом Доме На хуторе Средней России На полу Сидят Сидит Ребенок Трех Или Четырех Лен Он один В комнате И чувствует Себя Необыкновенно Счастливым Это вот Его годы Прошли В озерках Тут В 11 лет До 11 лет Он там Был В озерках Потом У него Пошел Город Елец Елец В Ельце Гимназия И жизнь В Ельце Оставила Мне Впечатления Далеко Не радостные Известно Что такое Русское Это еще Уездная Гимназия И что такое Уездная Русский Город Вот он Учился В 11 лет Он поступил В гимназию В Ельце Но Проучился Недолго Уйдя Из 4 Класса И в дальнейшем Занимался Самообразованием Под руководством Старшего Брата С годами Семья Буниных Становилась Все беднее И в конце Концов Пришла К полному Разорению В 1885 Году 19 Бун Покинул Родные Места Но Елец И его Окрестности Навсегда Остались Ним Стал Местом Действия Многих Его Произведений Следующая Город Ефремов Ефремов Так Ты тут Произвью Молчу Дальше Не пошло Я здесь Прочитаю Ефремов С той минуты Как я Узнал Что здесь Бывает Бунин Это писал Паустовский Бунин Ефремов Сразу Преобразился Для меня Хотя Вообще То Был Городком Достаточно Унылым Теперь Он Представлялся Мне Воплощением Российского Провинциального Уюта Значит Что у него Ефремов Пробел Так Это Пробел Тогда Попробел Пойдем Потом Следующие Годы В Орле В Орле Вот он Провел Когда Я вспоминаю О Родине Передо мной Прежде всего Встает Орел Затем Москва Великий Город На Неве А затем Во вся Россия Так Вот После Орла У него Пошла Москва Тут Я Не вижу Что Я Попробую Скоро Будет Открыть Открыть Тебе Не фрагментар Ну Почему У нас по порядку Положило Ну Как Академии Наук А затем В 6 лет Избран Почетным Академиям Самый большой Успех К нему Пришел Когда была Повесть Деревна Дальше Дальше С 27 По 39 Год Буниц С перерывами Работал На одной Из лучших Своих Днев Жизнь Арсеньева И В возрасте 63 лет Бунину Была Присуждена Локринская Премия За строгий Талант С которым Он Воссоздал В литературной Прозе Типично Русский Характер Большое Место В творчестве Бунина В эмиграции Занимает Произведение О любви Писателем Всегда Волновала Тайна Этого Сынейшего Из человеческих Чувствий Он Пишет Повесть Дмитина Любовь В следующем Году Дела Гормета Гелагина И Солнечный Удар А в конце 30-х Во время Первой Второй Дневой Войны Бунин Создает 38 Небольших Рассказов Последний Период Жизни Бунина Было Особенно Тяжелым Безденежным Из-за Маленьких Держин Не помогла Нобелевская Премия Усилилась Тоска По Родине После Паций Бунин Брайдон Во Франции Приморский Аль Покуда Перебрался На постоянное Место Жительства После Огончания Войны Ему Были Замачив Предложения Возвращения На Родину Но писатель Не изменил Своё отношение К тоталитарному Режиму И на компромисс И не пошёл Книга На которой Работал Продолжал Работать До последних День Своей Жизни Это была Книга О Чехове Умер 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 Он В Возрасте 83 Лет Вот Давайте Продолжал Я Что я хочу Я Конечно Не талант Значит Я читаю Стихотворение Бунина И только Две строчки Я прописала Последние Туча Пахнет Черёмухой В светлой Дали И на причале Ставят корабли И вот Значит Четверостишая Ей О том Четверостишая По-своему В глуши Лесной В глуши Зелёной Всегда Тенистой И сырой В крутого Враги Под горой Бьёт Из камней Родник Студённый Майор И к роднику Идут Порой Косуля Кабарга И лось К нему Прийти И мне пришлось Ведь я Жму Не загадывая АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 по литературе, получил он ее в 1958 году, после чего началась масштабная кампания против литератора. Пастернака исключили из советов писателей, грозила высылка и решение гражданства, он был вынужден отказаться от награды, его и медаль вручили его сыну в 1989 году. Ну и вот по Пастернаку, мое личное мнение, что поэзия Пастернака, она как бы близка к идеалу вообще. Михаил Шолохов, формировка за художественную силу и целостность эпоса, насколько качественно переводна для России в время, начал публиковаться уже 17 лет, быстро получил признание общественности. Талант высоко оценил Александр Серафимович, его главная произведение «Железный поток» также посвящено гражданской войне. Изначально пробуясь и опалу формов рассказы Филиппуны Шолохов, на чьих глазах разворачивалось историческое событие мирового значения, понял, что иззвать свой замысел сможет только в масштабном произведении. Написание эпического романа «Тихий Дон» заняло почти 15 лет, книга была одобрена советской властью, констерратору «Народную душу» на русскую премию по литературе. Михаил Шолохов – один из девяти лауреатов, получивших высокую награду за конкретное произведение «Не». То есть по замыслу Альфреда Нобеля, чья премия, она получалась только за творчество в целом, а он получил это только за одного года произведения. Дальше. Александр Солженицын, 70-й год, формулировка «За здравствуй» силу, подчеркнув в традициях великой реческой литературы. К моменту публикации первых произведений «Один день» Ивана Денисовича, «Манкриония НБО», в 69-60-е годы, предпочтение Солженицына, уже были отечественная война, перемене заключения «Ссылка». Все эти события, опять же, люди, которых он подстричал на жизнь на пути, нашли и отражают его творчество. Солженицын стал лауреатом за рекордный короткий срок после семи лет начала публикации первых. Несмотря на невозможность привлекать свои произведения в СССР, после 65-го года Солженицын продолжал писать. Его арт-опера «Гуан» был впервые издан в 73-м за границей и послужил поводом для решения автора гражданства и услуги страны. Дальше писатель продолжил творческую деятельность в выпустив роман «Красное колесо» и других произведений, в том числе биографических. В 90-м году был восстановлен в 20-м, но на роде он вернулся лишь в 94-м. Иосиф Бродский, в 87-м год, формулировался за многогранное творчество, отмеченное строительной мыслью и мукропоэтичностью. Но вот Бродского много прочитал вообще. Вот Бродский и Маяковский, они, в общем-то, считаются такими революционерами в форме подачи стихов русскоязычных. Вот, и Маяковский тоже вот очень интересный поэт, если внимательно прочитать. И также Бродский. Ну, у Бродского также, допустим, рифмы не всегда точные, но у него столько авторских рифм, очень много. То есть вот эти вот новообразования, словообразования, словосочетания, очень много. Так, Бродский вырос в Минграде, первые изданные были в 60-х годах, познакомился с Ана Ахматовой и Надеждой Мангарштама, когда же серьезное влияние на его творчество. Литература на сообществе русско оценила его произведения, однако Бродский подразделялся в исследовании со стороны властей. В 63-м году его сослали на исправительные работы в Архангельскую область по обвинению в неядстве. Во время ссылки его стихотворения публиковались в эмигрантских изданиях, поэтому признавали зарубежного литератора и читателя. В 65-м году он запустил ссылку, работал переводчиком, но не имел возможности публиковать свои произведения. С 72-го подразделения власти Бродский эмигрировался сначала в Астрию, затем в США. В 70-х и 50-х годах его стихи выходили в иностранных изданиях. Сам поэт обращался к эссоистике, которая стала значительным пластом в его творчестве. Он переводил на русский язык Еврипидо, Джона Антонна, Ричарда Уилбера и других поэтов. В 87-м Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В это же время его организм начали публиковать на родине. В 89-м году был реабилитирован, однако в России не успел вернуться, скачался от инфаркта в своем доме в Нью-Йорке. Но Бродский, Бродский, кроме всего прочего, он писал еще и на английском языке. Бродский. По паласу зеленого луга кто-то ночью рассыпал монеты и сверкает с рассветом округа золотыми червонцами лето. На монету пчела опустилась, унести с собой вули и мечтает, С всеми лапками крепко вцепилась, до размаха крыла не хватает. Отлетит, покружится и снова, в новом месте, и с новой усилой, но никак не поднять золотого. Только время напрасно убил. За другую монету схватилась безуспешно, все вновь повторяет, и, наверное, уже цупилась, да заманчиво злато сверкает. Над полянами ночь опустилась, в темном улье гуснула пчела, и во сне ей, быть может, приснилось, что монетку одна поняла. К сожалению, в салочке инфляции белый пух превратил в ламена, и другая в лугах декорация. Вот такой уж печальный финал. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Спешит на свидание бабушка. Он ждет ее возле кино. Расплакалась внучка обиженная, сердито нахмурился взять. Спешит на свидание бабушка. Да как же такое понять? Из дома ушла оробевшая, виновная в чем-то ушла, когда-то давно овдалевшая, всю жизнь им свою отдала. Когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою, и вдруг в первый раз озадачила своим непокорством с семьей. Впервые приходится дочери отчаянно свяпать обед. Ушла на свидание бабушка. И это на старости лет. Ушла на свидание бабушка. И совесть на ней от того. Ушла на свидание бабушка. А бабушке сорок всегда. Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазори, в сумерках близкой весны, Плакали зимние бури, вели звездные сны. Робко, темно и глубоко, плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои. Это блог. На это стихотворение я песню написала. Но это будет в следующий раз. Тихо вечерние тени в синих ложатся в снегах. Сон на нестройных видений твой потревожили прах. Спишь, а за дальней равниной спишь в снеговой пелене. Песни твои лебедины, звуки почутились мне. Голос зовущий тревожно, эхо в холодных снегах. Разве воскреснуть возможно? Разве было я не прах? Нет. Из Господнего дома полный бессмертия дух Вышел, родной и знакомый. Песни тревожит мой слух. Сон на могильных видений, В звуке живых голосов Тихо вечерние тени Синих коснулись снегами. Сегодня день автомобилиста. Поздравляю всех. У меня тема «Женщина за рулем». У нас уже была такая тема, просто меня не было тогда, видимо, читали. Я у себя нашла... Сейчас зачитаю. «Женщина за рулем». Я бы тема выбрала с подвохом. Дескать, женщина за рулем. По сути, какая разница, кто крутит рулем? Мужчина или женщина? Но нет. Не идиот за рулем. А именно женщина. С подоплекой, с иронией. Если не сказать больше. Да, в нашей бывшей социалистической стране повелось, что за рулем садились мужчины. Еще раз, с нашим тест-сервисом. Попробуйте, переставьте колесо, а еще покруче, отбортируйте. Или, скажем, зовите наш шедевр советского автопрома, например, «Копеечку» или «Ниву». Как сказала моя невестка, когда я пересаживаюсь в отцовские «Жигули», чувствую себя трактористкой, вращая руку. Не у каждой дамы на то хватит сил, выдержки и желания. Зачем делать грязную и тяжелую работу, если есть муж? Ведь автомобиль был явно не средством передвижения, а как раз роскошью, а для молодежи недостушной. А сейчас? А сейчас почти каждый может себе позволить подержанную телефону с легким рулем, быструю и маневренную, да еще автомат. Из сервиса хоть отбавляйте. Не нужно с собой кричиться. и дамы, то бишь женщины, крепко начали теснить мужчин на дорогах. Те сначала удивились, а потом начали толпыхать. Почему? Не потому ли, что у них отняли монополию на автотранспорт? Раньше же не приходилось спросить мужа о любой поездке, а сейчас уселась за руль и ухватила к подружкам. Или на шопе. К тому же мужику не понять, что женщина одновременно легко может выполнять сразу несколько дел. Болтать по телефону, ну, конечно, когнитурой. Крутить руль, да еще и видеть, кто идет по тротуару. Задавить пять человек. Караул. Эта дура выглядела в зеркальце. А как, по-вашему, милые мужчины, женщины одновременно может варить, стирать, да еще и слышать, не проснуться ли ребенок? Если бы этого она не могла одновременно сосредоточиться сразу на куче дел, все ее внимание уходило бы только на ребенка. Бог дал ей многостаночность. И это не метафора. Это давно доказанный факт. А так и плохи дамы, автомобилистки. Как показал опыт, женщины совсем не глупее мужчин. Они хорошо и добросовестно учатся, лучше сдают теорию. Да и с практикой не отстают. Согласимся, что и не все мужики знают с первого раза. Здесь безразличие полов. Женщина от природы более опасливая и осторожная. Ведь сам Господь дал ей функцию сохранения вида. Она не полезет на рожон, а выполнит закон 3D. А уж если дама по натуре гонщится, то рискует она почище мужиков. К тому же у женщин интуиция развита лучше. Ей легче просчитать и траекторию обгона, и его конфигурацию. А теперь минусы. Женщины эмоциональнее, а эмоции за рулем не слишком хорошая вещь. Но это в целом. Но ведь и не все дамы садятся за руль. Часто многие строят из себя дурочек. Ах, милый, я в этом ничегошеньки не понимаю. Вези-ка меня по магазинам, таскай в пакеты. А на природе ты же за рулем, а мне можно и лина. Мы со Светкой за вас выпьем без удовольствия. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы еще не приехали. Тогда я посплю. Я верю в тебя. Милый. Сергей Есенин Голубей В прозрачном холоде Заголубели долы Отчетки стук подкованных копыт Трава поблегшая в расстрельные полы Избираем медь с обветренных роги. С пустых лощин ползет дубой тощий Сырой туман, хорча, разлившись в мох. И вечер, взвесившись над речкой полощи Водою без пальцев синих ног. А синим холодом расцвеченной надеждой Бредет мой конь, как тихая судьба. И ловит край махающей одежды Его чуть мокрая полная губа. В дорогу дальнюю ни к битве, ни к покою Легут меня незримые следы. Богатский день мелькнув питою злотою И в короб лет улябятся труды. Сыпучи ржавчины краснеют по дороге Холмы пляшиньи и слегшийся песок. И пляшет сумрак в галочи тревоги, Согнув луну в пастушеский рожок. Молочный дым качает ветром села, Но ветра нет, есть только легкий звон. И тремлет Русь в тоске своей веселой, Вцепивши руки в желтый крутосклон. Манит ночлег недалеко до хаты, Укропом вяным пахнет огород, На грядке серые капусты волноватой, Рожок у луны, пока племасло мьет. Тянусь в тепло, вдыхаю мягкость хлеба, И скрупно мысленно кусаю мульцы, За ровной гладью сдрогнувшее небо Выводит облако из стойла под усуцы. Ночлег, ночлег, мне издавна знакомы, Твоя побутная размывчивость в крови. Хозяйка спит, а свежая солома Примята ляжками удалейшей любви. Уже святая, краской тараканги Обведена боженица по углу, Но мелкий дождь своей молитвой ранней Еще стучит по одному стеклу. Опять передо мною голубое поле, Качают лужи солнца рдяной линии, Иныли в сердце радости и воли, И новый город глипнет на язык. Водой зыбкой стынет синего взора, Прилетет мой конь, откинув удела, И гостью с муклою листвы Последний влог, Дай ветер след из-под дороги. Краски померкли, но тем не менее Все представим осень, Очаровательное явление. Золотистая осень, Пора созерцания, Как прекрасно краса твоя, Очарование, Воздух чист и прозрачен, Как вода крючевая, Мне б напиться его, Но тоска вдруг мешает. Ах, тоска ты, тоска, Уходи навсегда, Не печалься, душа, Все вернется на круги своя. Ну, вот так вот. А еще, пока я в 15 лет Первый стишок мы тоже почту. Наступила осень золотая, Листья падают на землю И шуршат. Не люблю я осень, Но красиво и прекрасен Золотистый листопад. Утро, утро начинается с рассвета, Здравствуй, здравствуй, Необъятная страна, У студентов есть своя планета, Это, 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 это целина. Утро, утро начинается с рассвета, Здравствуй, здравствуй, Необъятная страна, У студентов есть своя планета, Это, 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 это целина. Солнышко летит на самолете И стучат по рельсам поезда, Руки наши тянутся к работе И мелькают в окнах рада. Утро, утро начинается с рассвета, Здравствуй, здравствуй, Необъятная страна, У студентов есть своя планета, Это, это, это целина. Ты возьми с тобой вторую книгу, Самый основательный покаж, И шагай студент на руку к книгам, Новый жизнь, Я все равно не стар. Утро, утро начинается с рассвета, Здравствуй, здравствуй, Необъятная страна, У студентов есть своя планета, Это, 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 это целина. У студентов есть своя планета, У студентов есть своя планета, Это, 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 это целина. У студентов есть своя планета, У студентов есть своя планета, Амурский колорит В далекие, далекие года шли на Амур первопроходцы. Какие тут прекрасные места, вот колорит, глядите, хлопцы! Березка белая весенним днем, нежна, вся в зелени прелестной. Кедр рядом, такой стройный, фрак на нем. С березкой, что жених с невестой? Над липой пчелой аромат какой несется над Амуром зеей. А там вот клен срезною бахромой развесил листья, словно веер. Чуть в отдалении сосновый бор макушки устремились в небо. А воздух, аромат, такой простор. И не понять, то был или не был. Могучих и великих две реки, рассвет над ними нежно-алый. Прекрасны и вольны, и широки. Зея Амур, вид небывалый. Такую красоту нет, не забыть. И видеть все в таком убранстве. Немыслимо природу не любить. Жить красота в таком пространстве. Ночью звезды Вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды Гаснут без следа. Только песня Остается с человеком. Песня Песня Вдруг мой Навсегда Через годы, через расстояния На любой дороге, стороне любой Песни ты не скажешь до свидания Песня не прощается с тобой Наши песни носят сердце с колыбели, С песней всюду вместе мы идём. Сколько песен мы любим и нашим спелем, Сколько мы ещё с тобой споём. Через доли, через расстояния Какой дороги в стороне любой Песни ты не скажешь до свиданья, Песня не прощается с тобой. В лютым хором песня нас с тобой согреет, В жаркий полдень будет, как вода. Тук-тук песни петь и слушать не умеет, Кто не будет счастлив никогда. Через доли, через расстояния Какой дороги в стороне любой Песни ты не скажешь до свиданья, Песня не прощается с тобой. Через доли, через расстояния На любой дороге в стороне любой Песни ты не скажешь до свиданья, Песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свиданья, Песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свиданья, Песня не прощается с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok